Мы уже рассказывали в нескольких наших выпусках о том, как профессиональные хоккеисты вкладываются в разного рода бизнес по окончании карьеры. И если мужчины зарабатывают больше и общественное внимание к ним выше, то вот девушкам иногда приходится искать нестандартные пути для самореализации вне льда. А если еще игровая карьера при этом не получилась, то тут становится даже посложнее. Хоккеистка из Канады Микаэла Демейтер подошла к этому вопросу совсем уж нестандартно и стала звездой OnlyFans. Как это вышло? Сейчас расскажем. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Родиться в провинции Антария автоматически означает, что в раннем возрасте ты встанешь на коньки, неважно мальчик ты или девочка. Родители думали, что Микаэла станет фигуристкой, а ее полностью захватил хоккей. Да еще и наличие братьев помогало практиковать игру с шайбой в домашних условиях. В итоге Микаэла стала вратарем. Ее спортивный прогресс в детском возрасте оказался очень неплохим, и она завоевала место в клубе Blue Water Hawks. Команда выступает в женской юниорской лиге Онтарио. Цифры Демейтер показывала достойные. Почти 91% отраженных бросков. Три матча на ноль и чуть более двух пропущенных шайб за игру. Эти показатели говорили о том, что спортивные перспективы у девушки есть. И при должном подходе она могла бы стать неплохим голкипером. Однако с мечтами о спортивной карьере пришлось распрощаться уже в 19 лет. Тяжелая травма колена заставила Микаэлу лечь на операцию. Восстановление проходило долго и болезненно. Вердикт врачей был однозначным. С хоккеем надо завязывать. И вот уже в столь юном возрасте девушка лишилась любимого занятия и встала перед выбором, что делать дальше. Ответ нашелся сам собой. Посмотрев на себя в зеркало и еще раз убедившись в собственной привлекательности, Микаэла создала аккаунт, пожалуй, на самой скандально известной площадке в интернете – OnlyFans. И тут понеслось! Самопозиционирование Микаэлы как самой привлекательной модели хоккеистки в интернете быстро помогло ей привлечь внимание как обычных фолловеров, так и ряда модельных агентств. Фотосессии, рекламные контракты и огромная популярность стали ее повседневными спутниками. Сегодня у экс-хоккеистки уже почти 3 миллиона подписчиков в Инстаграме, более 2 миллионов в ТикТоке и миллион читателей в Твиттере. Стоит отдать девушке должное, Микаэла подошла к карьере модели ответственно, сделала упор на йогу, фитнес и советы по правильному питанию. Но все мы понимаем, что OnlyFans просто так не заводит. Самые откровенные фото и видео экс-хоккеистки мы не можем показывать из-за правил Ютуба. Но наши партнеры залили фото в закрытый телеграм-канал. Перейти в него можно по QR-коду, который на экране, либо по ссылке под видео. Внимание, строго 18+, но это прекрасно. Микаэла никогда не забывала, что именно необычная комбинация ее хоккейного образа и карьеру модели сделали ее популярной. Например, она в свое время сделала вот такое признание в любви к хоккею, навсегда вешая коньки на гвоздь. Дорогой хоккей, время сказать прощай, время перевернуть страницу и двигаться к следующей главе моей жизни. Впервые в жизни ты не будешь номером один в моем списке приоритетов. Хочу поблагодарить тебя за то, что мы вместе пережили, за всех друзей, которых ты мне дал. Моя семья тоже шлет тебе привет. Я знаю, они будут скучать по тем временам, когда мы были вместе. Я с воодушевлением смотрю в будущее, потому что все, чему ты меня научил, поможет мне достичь успеха. В моей жизни еще будут ранние подъемы, новые приключения и новые друзья. И я надеюсь, что я приму все это с той же любовью и страстью, которую я отдавала тебе. Спасибо еще раз за все. Вот так вот. Всем бы такую любовь к хоккею. Кстати, с середины 2020 года Микейла встречается с бывшим профессиональным хоккеистом Кертисом Габриэлем. Помните такого? Видимо, совсем избавиться от хоккея в своей жизни Микейле так и не удается. История Микейла Демейтер лишь один из примеров резкой смены карьеры и довольно успешный. Но, разумеется, не каждому подойдет такой путь. В чем девушке точно не откажешь, так это в решительности. Неважно, чем вы можете заниматься после хоккея, главное, чтобы вы не боялись этого делать, а также получали удовольствие. На этом все. Пишите в комментариях, как вам Микейла. А если вам понравилось это видео, ставьте свой откровенный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про наш Телеграм. Там тоже много интересного. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok